Всем привет, вы на канале Терангейминг. В этом видео я расскажу вам, что делать новичку, когда он только зашел в Тарков, чего начать и какие задачи ставить в приоритете. Также в этом видео покажу различные сборки разного достатка, чтобы оно было полезно не только новичкам. Итак, в самом начале вот что мы имеем. В зависимости от издания игры, вам дают разные ништяки. Сейчас мы их разбирать не будем, но у всех точно будут пистолеты, ПМ, играчи, плюс патроны и обоймы к ним. Вот в самом начале вам необходимо от них избавиться, то есть берем ПМ или Грач, берем к нему одну или максимум две обоймы с патронами и идем исследовать карту таможная, так как на ней нужно будет выполнить большинство начальных хвостов. Нужно отметить, что если вы совсем новичок и еще не знаете выхода на картах, то лучшим решением будет пойти изучать карту в оффлайн режиме. Просто перед тем как попасть в игру, ставите галочку вот тут и жмете далее. Кстати, тут можно подкрутить настройки ботов, если они вам нужны, и также настроить их в сложность. После того как вы более-менее выучили карту, можно выходить в онлайн. Естественно нужно понимать, что поначалу вы будете бояться каждого шороха и умирать от всего что движется. И это нормально, это Тарков. Игра для новичков не очень дружелюбна, в самом начале в ней большой порог вхождения. Но если вы справитесь с первыми трудностями, то дядюшка тиран вам гарантирует, что вы начнете получать от этой игры кайфуху и будет у вас все супер гуд супер найс. В самом начале вам нужно сделать приоритет на лут, то есть лутать на карте в приоритете схроны. Это места с нычками на карте, также куртки, у них очень часто спавнятся дорогие и полезные ключики, а также лутают сумки. В них может спавнится все что угодно, от барахла, который вам не нужен, до очень редких и ценных вещей. Где расположены схроны, нужно просто выучить и стараться запоминать где они находятся. Помочь вам с этим могут интерактивные карты на сторонних сайтах или просмотр моего стрима. Просто зайдите на стрим и попросите показать вам схроны на той или иной карте. Мне не сложно, а вам приятно. Ваша задача как можно быстрее поднять 10 левел, чтобы открыть барахолку и у вас появилась возможность продавать те вещи, которые вы найдете в рейде. После того как у вас закончатся все пистолеты ПМ-играчи, я рекомендую покупать у прапора пистолет Т. Он очень дешевый и с ним новичку будет по силам справиться с ботами, лутать их и спокойно передвигаться по карте. В дальнейшем все зависит от вас, насколько много времени вы будете уделять игре и как сильно в нее погружаться. К примеру, когда я учился играть в эту игру, я смотрел много стримов и учил там какие-то фишки для себя, что взять с собой в рейд, как действовать и так далее. Вам никуда ходить не надо, у вас есть этот видос. Сейчас я вам покажу какие варианты сборок вы можете носить с собой в рейде с самого начала и далее. В самом начале, когда у вас в хроне особо ничего нет и вы голожопый стриптизер, который только начинает осваиваться в игре, я бы рекомендовал вам использовать СКС на патронах ПС, плюс брать с собой наушники ГЦШ, так как они самые дешевые. И любую сумку или рюкзак, который у вас есть. Хороший вариант это берку. Если хотите напялить шлем, то я бы рекомендовал дядюшкину каску. Но лучше всего сильно поначалу не тратиться и брать только оружие плюс наушники, так как скорее всего в начале вам будет тяжко освоиться и вы будете крайне редко вживать. Имейте ввиду, что чаще всего оружие и экипировка на барахолке стоят дешевле, чем в магазине. Если вы уже больше 10 левела, то следите за ценами. Естественно вы можете брать с собой любое оружие, которое вам попадется в рейде и вы заберете его себе в схрон. После побегушек, как говорится в чем мама родила, когда уже появятся деньги в схроне, после продажи хлама и других вещей на барахолке, можно одеться в полноценный рейд. Кто смотрит мои стримы и видео, уже знают какую сборку я тут порекомендую. Это соотношение цена-качество. Для новичков такая сборка просто must have. Я сам в начале вайпа пробегал большую часть времени именно в этой сборке. И на своем опыте, лучше этого я просто не могу порекомендовать. Конечно же это наушники ГСШ, плюс бронеразгрузка 4 класса. Также моя сладенькая стоковая М1А на 80 патронах. Плюс к этому берем рюкзак. Можно напялить дядюшкину каску по желанию. Кто-то спросит почему именно такую, потому что у него высокий шанс рикошета. Также можно одевать реплику без забрала, она еще дешевле шанс рикошета такой же, но класс брони меньше. Тут как говорится выбирать вам. Давайте посчитаем стоимость такой сборки. Бронеразгрузка стоит 48 924, плюс стоковая М1А желательно брать с обоймой. С барахолки стоит 50 000. Патроны М80 продаются у Миротворца на втором уровне. Естественно поначалу у вас не будет возможности покупать их по дешевой цене. Тут у вас два варианта. Или покупать подороже с барахолки, иногда можно найти по хорошей цене. Или попросить друга, или у нас в дискорде, кого-нибудь, чтобы покупали вам и скинули в рейде. Далее стоимость дедушкиной каски 20 000 рублей. Плюс стоимость самих наушников ГСШ 12 000. Ну и рюкзак выходит в районе 15-20 000. В итоге получается, если все сложить, 135 000 без учета патронов и медицины. Кто-то подумает, что это дорого, но я спешу вас переубедить. Один заход на берег по моему гайду, ссылку на который я оставлю в правом верхнем углу экрана, сможет помочь вам выжить с большим шансом и вынести в среднем от 500 000 за один рейд. Для новичка это очень хорошие деньги. Далее переходим к сборкам для зажиточных гражданинов, которые уже хорошенько нафармили денег в схроне и могут себе позволить что-то действительно хорошее. Заранее скажу, что специально покупать другие бронеразрузки классом выше, чтобы пойти с ними в рейд, будет ошибкой, так как они стоят дорого и за эту цену, ну или чуть доплатив, можно купить хороший броник, который будет защищать ваш животик. Поэтому два раза подумайте перед тем, как покупать бронеразрузки классом выше. Вот один из неплохих вариантов для полноценного рейда. Наушники мои любимые в игре, Tactical Sport. Если кому-то они не нравятся, можете попробовать Разоровские. Они тоже очень хороши, я их обычно одеваю к шлемам, в которые Tactical не влезают. Плюс ЛШЗ забрало. Сразу скажу, что забрало есть смысл покупать только у миротворца за 330 долларов, так как это действительно дешево. Если у вас не прокачан этот торговец, то забрало третьего класса обойдется вам в очень нехилую сумму. Не покупайте его с барахолки, это будет большой-большой ошибкой. Отдельно расскажу свое мнение о забралах третьего класса в игре. Раньше мой идеальный сетап был именно с этим забралом, я одевал любой шлемак с ним и чувствовал себя супер гуд супер найс. Но со временем я понял, что такой забрал действительно спасает тебя против заряженных фулок довольно редко, только с шансом рикошетом. Так как даже дешевые патроны БТ и БП с легкостью пробивают такую защиту. Я сделал для себя вывод, что буду ходить с забралом только когда иду не по фулке, а одеваю что-то среднее или слабенькое. Что я считаю фулкой для себя, обсудим чуть попозже. По поводу шлема ЛШЗ, в принципе тут можно одевать любые шлема, которые вам нравятся, смысл только в защите лица. Если вы придерживаетесь моего мнения, что это не очень хороший вариант, особенно если у вас не прокачан миротворец, то идеальный вариант для вас это шлем Улач. Раньше я довольно часто в нем дегал, он действительно очень хороший. Далее речь пойдет про бронники. На этом скрине я одел кжельку, это действительно неплохой бронник за свои деньги. Разбивает его быстро и ченится он не очень хорошо, но и стоит он при этом недорого. Есть аналоги, к примеру если цена кжельки в 165 косарей это для вас дорого, то можно купить трупперу, он стоит около 80-80 тысяч, но и при этом имеет четвертый кросс брони. Также есть такой бронник как Ген 4 мобильный, он тоже неплох и заодно закрывает писюн, цена примерно такая же как у кжельки, очень хороший вариант. Далее поговорим про оружие. В этой сборке я рекомендую вам Хеклю, подсмотрел ее у Гобстера. Это очень бюджетный вариант, в основном для тех у кого более менее прокачанные торговцы. Такая сборка обойдется вам в 150-200 тысяч, без учета патрон. При этом отдача очень хорошо контролируется и играть с ней довольно приятно. Идеальный вариант для экономии ваших денег. Патроны рекомендую брать к ней 855А1, можно покупать у миротворца когда завозят по КД. Теперь переходим к самой интересной части этого видео, а именно к обсуждению по моему мнению топовых сборок в игре. Для начала расскажу с чем бегаю сам, затем дам аналоги для тех у кого плейсайл отличается от моего. На скрине один из вариантов когда я собрался в рейд по фулу. Конечно же тут присутствует алтын, потому что мне надоело умирать голова глаза от голожопых стриптизеров с патронами БТ и БП. Также изредка алтын помогает перестрелять читера, который напал на меня в ближнем бою и не смог быстро пробить забрала. Много раз перестреливал таких на лабе. При этом конечно алтын оставался в разбитом требезге, зато живой как говорится. Есть еще аналог алтына, это килловский шлем. Он тоже очень хорош и круто защищает. У него 6 класс забрала. Но в нем очень сильно занижен обзор. Если к примеру ты не знаешь место в котором воюешь, как свои 5 пальцев, ты можешь даже запутаться, не войти в поворот или не увидеть противника, что может сыграть с тобой в злую шутку. Вообще я его иногда использую, но понимаю, что на стриме смотреть небольшой пиксель на экране становится не супер гуд супер найт, поэтому стараюсь бегать в нем как можно реже. Естественно есть еще аналог в виде шлема Airframe Tan, на который можно нацепить то же самое забрала 3 класса, плюс к этому защиту лица 3 класса, что довольно неплохо. Но цена такого шлема будет очень высокой, примерно от 300 до 400 тысяч рублей. Ну и конечно же сами понимаете, что хороший патрон все равно с легкостью сможет пробить такую защиту. Именно поэтому я выбираю алтын. Ну и конечно, по моему скромному мнению, лучший бронник в игре это Кила. Я считаю, что у него просто нет аналогов в игре, так как его сложно пробить даже с лучшими патронами. Даже если его вам выбьют в нулину, после починки он опять будет фуловым и потеряет всего пару-тройку поинтов прочности, что немаловажно. В нем мне очень комфортно передвигаться по карте, никакой скованности в поворотах, если сравнивать с другими тяжелыми бронниками нет. Короче говоря, я могу разглагоствовать по этому поводу бесконечно. Мой единственный фаворит в этой игре, в котором я себя чувствую, супер гуд супер найт, чего я вам советую. Дам вам небольшой лайфхак, который подходит только для килловского броника. Если поставить в шестеренке качество броника в 94%, это позволит вам купить броник сильно дешевле, чем фуловый. Очень часто покупаю 57-58-59 прочности по 200-220 тысяч рублей, при том когда фуловый обычно стоит от 300. Конечно иногда бывают ребята, которые выставляют фуловый броник за 200-220 и такие скупают как горячие пирожки. Пользуйтесь этой небольшой хитростью, ребят. Теперь мне нужно сказать несколько слов про самый худший броник в игре, который многие считают хорошим и это меня удивляет. Конечно же речь про броник дерьма под названием Слик. Вы только посмотрите на его сука заоблачную стоимость. При всем при этом эта шняга даже живота не защищает. Многие мои подписчики не раз видели, когда я выносил этот броник с убитого противника, потом одевал его в рейд. И так как я постоянно играю очень агрессивно, мне приходится зашивать живот несколько раз за игру. При всем при этом, на моем опыте, если я пережил несколько драг с Слик, может быть вообще не покоцанным или чуть пробитым, что делает его полностью бесполезным за его стоимость. Теперь когда я выношу его в схрон с рейда, я его просто-напросто продаю торговцу. Так как я лучше одену что-то получше, чем буду постоянно зашивать свой живот. Не используйте эту дрянь, ребята. Так какие же есть аналоги у килловского броника в игре? Есть еще Defender 2, за ту же стоимость, и Redout M, чуть подешевле. Но как по мне, эти броники не сравнятся с килловским, и лучше купить именно его, или же если для вас это дорого, вернуться к сборкам класса пониже, о которых я рассказывал ранее. Далее переходим к оружию. В этом варианте я использую VSS. Это одно из моих любимых оружий в игре. Очень эффективное и не сильно дорогое, как остальные. Использую патроны с V6, из-за небольшой отдачи и приемлемой стоимости. Тут больше сказать нечего, просто хороший ган, даже после того, как патроны немного понерфили, остается конфеткой в ближнем бою. Также использую топовую Хеклю. Но такой вариант, конечно же, не для всех, так как стоимость этой сборки примерно составляет 300-350 тысяч рублей, не считая патронов. А я беру с собой еще 3 обойма по 60, которые стоят 30-40 тысяч, и кучу патронов в 855-1, и иногда беру 935, если хочу расщеплять противников. Просто отличный вариант для тех, кто любит Хекли. Делюсь с вами своим вариантом топовой эмаки, с которой бегаю довольно часто. Тоже один из топовых ганов в игре, стоимость такой сборки примерно 300-350 тысяч рублей. Ну и как же не поделиться со сборками для работы по данной дистанции. Вот бюджетненькая М1А, с которой можно чувствовать себя комфортно. Можно собрать лучше, если поменять приклад, но этого тоже вполне достаточно, просто берете патроны М80 или М61 и идете нагибать всю карту. Также одна из самых моих любимых пушек в игре, это DTM DRK на семерках. Использую ее в основном только для игры с теплоком, вот в таком виде. Руки не устают. Можно работать как ближней, так и на дальней дистанции. Плюс есть возможность переключиться на автоматическую стрельбу. Кайф! Ну и что же, дорогие друзья, это вся информация, которую я хотел с вами поделиться. Обнял, приподнял каждого, кто досмотрел это видео до конца и закинул свою крепкую лайкушу мне за шиворот. Дай вам Бог здоровится за помощь в развитии моего канала. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте и Дискорде, чтобы следить за новостями, а также розыгрышами. И заходите на ежедневные стримы. Всем удачи и до встречи на просторах Таркова, бойцы! Продолжение следует...